Зачем стране люди с ограниченными возможностями? Сейчас такой вопрос звучит дико, неуместно и попросту оскорбительно. Но люди с инвалидностью в самом деле привыкли чувствовать себя ненужными государству. В Приднестровье все стало меняться буквально несколько лет назад. Сперва был объявлен год равных возможностей, и это оказалось не для галочки. С тех пор у нас появился новейший центр для детей в Дубосарах, два пара спортивных центра, коррекционная школа в Террасполе стала совсем другой. Наш корреспондент Светлана Мартынюк всю неделю общалась с родителями детей с инвалидностью и каждый день рассказывала нам трогательные истории, например, про то, как у 16-летней девушки на инвалидной коляске наконец появились друзья и парень. Наш следующий сюжет, возможно, заставит вас даже заплакать, и это нормально. Прямо сейчас наше общество и страна медленно, но становится страной равных возможностей. И это непросто. Вот так, энергично двигаясь, Петя проводит День знаний на новом тренажере. Но не в класс же идти, когда в школе открыли такую крутую площадку, пока на всех линейках страны звучит первый звонок девчонки из столичной коррекционной школы на качелях. Как девчонки? Как девчонки? Супер! Мамы фотографируют своих первоклассников. У девочек белые банты в косичках, мальчишки в солидных костюмах. Все как на самой обычной школьной линейке, только тут еще больше надежд, больше родительской тревоги и детской радости. Больше, мне кажется, даже я радуюсь, чем ребенок. Почему? Не знаю, как в первый класс сама иду. Очень все хорошо, очень все красиво. Огромное спасибо нашему государству, что сделали эти площадки. Столько всего для наших детей. У нас же первая любовь появляется. Вы что? Да, даже так. Пока мама Варюши делится с нами эмоциями, от ее дочки ни на шаг не отходит одноклассник. Они вместе с детского сада и вместе идут в новый класс. И он по-настоящему новый. За два года школа-детский сад для детей с инвалидностью изменилась до неузнаваемости. Сначала здесь сдали построенный с нуля корпус со спортзалом. Еще отремонтировали старое здание. И вот теперь обустроили площадку для игр и спорта. К сожалению, у нас большое количество детей, которые пользуются колясками и которые самостоятельно не передвигаются. Поэтому для них мы продумали варианты спортивного оборудования. Обычные дети пришли, сели и в песочке. А этому хочется тоже, он не может сесть коляски. У нас сегодня есть этот вариант, вот песочница, которая немножко выше, чем обычно. Скоро в специальный детсад пойдет и четырехлетний Саша из Кицкан. С мальчиком и его мамой мы встретились в Екатерининском парке. Ольга сразу глазами ищет скамейку в тени, потому что сын устал. Вот так за руку они прошли целых два квартала. Кажется, ну что здесь такого, если не знать историю Саши? Первый вопрос о кушерке был, а какая неделя, похоже, на недоношенную. Кушал очень-очень-очень никак. Мы не могли никак его вот нарастить, его щечки. Ну, потом нам сказали, что это до цепы. Потом были бесконечные массажи, уколы, больницы. Саша часто простужался, боролись за его иммунитет и каждое новое движение. Белокурый малыш сел в два с половиной, ходил только с поддержкой. Этим летом Ольга с сыном поехали в Дубоссарский центр на реабилитацию. И там произошло чудо. Я очень ждала, что он пойдет, потому что у него был страх, он боялся ходить. Через неделю он пошел. После реабилитации? Нет, прямо там, на реабилитацию. Через неделю он пошел, без ручек, без ничего, сам с таким удовольствием. Что вы почувствуете? Мне некогда было снимать, думаю, папа же не поверил. Две недели в Дубоссарах малыш занимался со специалистами. Был гидромассаж, тренажеры. Но как только вернулись домой, Саша снова стал ходить неохотно, только держась за руку. Ему нужна постоянная реабилитация. Сейчас занимаются ипотерапией. Оказалось, лошади дают огромный толчок в развитии. Он уже увидел что-то интересное. Сам мальчишка очень любознательный. Ему понравился наш оператор. А чтобы разглядеть поближе телевизионную камеру, Саша сам сделал несколько шагов. Еще он обожает машины. Когда мама пытается показать сыну цветы на клумбе, Саша тянется туда, где дорожная пыль и крутится много колес. А это тоже Саша. Мы познакомились на школьной линейке. Александра уже в восьмом классе. На уроки приезжают из Слободзей. Добираться тяжело, говорит ее мама Ольга. Но зато на первое сентября она смогла наконец надеть туфли на каблуке. Новые пандусы и плитка на площадке позволяют. Все, что нужно таким детям, все есть. Здоровья только. И всем желаю здоровья. И благодаря Вадиму Николаевичу, который очень старается. Это незаменимый человек, который очень старается для детей в общем. Ну а для таких детей с потребностями вкладывают и душу, и силы. И мы очень благодарны ему за это. Саше с мамой тоже повезло. Желающих было много, но они одни из первых, кто попал в Дубасары на реабилитацию. Центр после масштабной реконструкции открыли год назад. Оснастили специальным оборудованием. Теперь туда приезжают со всего Приднестровья. Такого места для детей с инвалидностью нет даже в соседних странах. Ольга показывает фото, как они с дочкой провели там две недели. Комментарии излишни. Обо всем говорит Сашина улыбка. Расскажи, как у тебя это лето прошло? Хорошо. Весело, надобно. Но практически все это лето я не была и дома. Сложно представить, что значит для человека на инвалидной коляске лето вне дома. Саша говорит, после занятий в Дубасарах она стала сильнее, укрепила ноги. А мама хвастается. У дочери появилось много друзей и симпатичный ухажер. Теперь они созваниваются по вечерам. Как его зовут? Игорь. Игорь. Можешь ему сейчас передать привет? У тебя есть шанс. Да, да, да. Игорь, привет. Мы обязательно с тобой увидимся. Все будет хорошо. У Саши появилась такая надежда на какой-то ключик от жизни. Потому что это было видно по ее мировоззрению, как она хотела с ними. Она обедала, но никакого сна. Просто идти и общаться. Ну, а я за дверями отдыхала морально, что моему ребенку хорошо. Плакали от счастья. Ну да. Саша любит петь. Вместе с Игорем и другими ребятами из Дубосарского центра реабилитации они записали две песни и сняли на каждую из них клип. Снова бегут по небу облака. Ну, а впереди у Александры новый учебный год. Когда вокруг все удобное и красивое, учиться хочется еще больше. Как школу подготовили для занятий, проверить приехал сам Вадим Красносельский. Президент много раз бывал здесь во время строительства и ремонта. Общался с детьми и родителями, следил, как идут работы. И сейчас, кажется, доволен тем, что получилось. Светлана Мартынюк, Леонид Мостак. Отражение. Отражение.